Ну что ж, контент я собрал. Теперь нужно быстренько, из-за того, что я собрал, сделать небольшой видеотчет. Сначала добавим контент. У меня он лежит здесь. Здесь есть все-все. Ну, начнем. Это наша заставка. Ну, дальше идут слайды. Хотя можно сразу кучей добавить. Ну, как бы я разложил это все. Теперь следует добавить видеоролик с журчанием ручья. И практически у меня уже сложилось вот видео. Единственное, что... Вот, а еще можно добавить, конечно, титульный слайд. Я так сделал, чтобы не добавил. Вот теперь нужно будет добавить аудиосоставляющую, чтобы в видеоряд совпал с тем, что я накидал в виде звука. Так, у меня получилось достаточно много. Дело в том, что на титленном слайде нам не нужно. Значит, что нужно? Каждый... Сделать. Ну ладно, первый. Вот так вот, ключ. Т-6, она серебряный ключ. Команда динозавра. Деревня хомяч. О-о-о, вот эта штучка у нас... Кстати, масштаб можно побольше сделать. чтобы потом уже этот слайд спокойненько перешел в этот. Поехали смотреть, слушать. Деревня Хомячи. Это такая небольшая деревенька, которая находится в республике Мориэл на берегу реки Нинда. Там сейчас практически очень мало жителей осталось. Вот координаты ее на видео видны. Но тем не менее, несмотря на то, что это такая небольшая деревенька, очень богатая история, делом кружки, гастричная дорога, там все осталось. История начинается здесь. Может, нужно еще чуть-чуть добавить… 17,5. Надеюсь, видео видны. Но тем не менее, несмотря на то, что это такая небольшая деревенька, очень богатая история. Дело в том, что через деревень проходила Екатеринская столбовая дорога, которая связывала город Казань с городом царёк Акшайском, столица. В то время республики Мариел не было, но тем не менее Марийского края. И понятно, что здесь водились разбойники, вся местность здесь заросла заросшая лесом и периодически тут тех, кто двигался по дороге, грабили и наверняка закапывали свои разбойничьи клады. Вот теперь можно увеличить эту длительность, количество даже больше. Послушаем, что тут за чём разговор, где периодически тут тех, кто двигался по дороге, грабили и наверняка закапывали свои разбойничьи клады. Вот в этом месте у нас как раз всё это заканчивается. Так, мы сейчас немножко ещё увеличим. Вот, наверное, почти мы угадали. Рядом с деревней, буквально в километре, находится замечательный родник, который называется Серебряный ключ. Даже не совсем родник, а настоящий водопад, который примерно с высоты четырёх-пяти метров, по каменистым склонам, шумом летит в сторону реки. Немда, которая достаточно тихая на берегах. Вот, опять нам нужно достаточно много продлить. Проще сначала сделать видео, потом на него наговорить. Может быть так кому-то удобно. Умом летит в сторону реки Немда, которая достаточно тихая на берегах. Растёт много клубники, земляники, лес. Ну и сам Серебряный ключ. Удивительно-чудо! Серебристый, как настоящий серебро с большим количеством серебра. Вот это можно немножко убавить, и у нас может и получиться покраска в тютерку в тютерку. Удивительное чудо, серебристый, как настоящий серебро с большим количеством серебра, замечательный родник. И вот пошел родник, то есть практически получилось по старски я смонтирую ролик, смонтировал контент. Теперь остается, что сохранить фильм. Ну, к фильму можно еще и добавить фоновую музыку. Ну, фильм готов, смотрим, что получился, немножко формат чуть-чуть не совпален. А о путешествии на Серебряный ключ команды динозавры, деревня Хомячи, это такая небольшая деревенька, которая находится в республике Мориэл, на берегу реки Нигдана.